всем привет вы на канале иерофан с вами марго скоробей благодарю вас друзья за проявленный интерес к нашему каналу благодарю за лайки за комментарии все это помогает продвигать наш канал и большее количество людей могут увидеть ролики видео которые интересны им конечно же вы какие-то видео можете принимать какие-то не принимать если у вас идет энергия резонанс конечно вы смотрите если вы чувствуете что что-то не так что-то вам не нравится вы вправе всегда нажать на крестик правом верхнем углу и выйти из этого видео главное не зацикливаться помните что мы с вами живем в мире и этот мир называется большая игра и есть режиссер который управляет всей нашей планетой земля а мы наши души приходят сюда только для того чтобы учиться накопить опыт и так сегодня друзья у нас будет расклад давайте посмотрим расклад таков саммит 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 нато мое видео которое будет проходить 11 12 июля что там будет принято какие решения будут приняты и будет ли что-то позитивное и вообще что они там будут обсуждать давайте посмотрим подноготную что там вообще спрятана какие энергии идут давайте посмотрим посмотрим что нам покажут карты и так смотрим саммит нато колесо фортуны король пентаклей у нас солнце очень интересное смотрите позитивные карты пока идут да так давайте еще потому что информации побольше нам нужно так и завершающую карту печать мы выкладываем с вами так так десятка кубков смотрите какой даже очень какой-то позитивный расклад у нас так давайте посмотрим общую так сказать энергетику расклада колесо фортуны солнце да у нас два старших арканов вышла с вами король пентаклей паж мечей шестерка скипетром у нас здесь так здесь у нас еще так это у нас десяточка пентаклей и десяточка кубков и так по общему значит по общему такому общий взгляд давайте посмотрим значит что здесь у нас может быть значит здесь по королю пентаклей мы видим что там вот эти вот страны члены нато которые составляют составляют ну как бы костяк да костяк вот этой вот организации и кстати напомню вам значит нато если я не ошибаюсь были учрежден 4 апреля сорок девятого года и тогда там входили только бельгия дания исландия италия канада люксембург нидерланды норвегия португалия великобритания сша и франция да вот это там их было 12 вот этих да по число апостолов а потом там еще добавились и вот в википедии я смотрела там сколько там 30 одно государство да они в разных годах присоединялись да и все это как бы составляла ну как сейчас это да оппозицию ну россии и советскому союзу ранее и пост советским странам то есть но главная их цель как бы это конечно знаете цель их это участие в каких-то политических консультациях военной деятельности и организациях стран которые подписали вот этот североатлантический договор да ну и как бы они помогают друг другу ну естественно военной вот этой мощью ну и так далее то цель как бы этой организации знаете вот для меня видится захватить весь мир ну ладно мы сейчас смотрим с вами расклад то есть смотрите верхушка и туда вот в эту верхушку король пентаклей показывает нам что здесь у нас здесь у нас там будут принимать участие кроме того что вот этих явных представителей которых мы с вами видим да но здесь и есть по королю пентаклей говорит что здесь конечно всем этим управляет теневое правительство или дип стоит вот это да здесь приложена также рука и ватикана смотрите по колесу фортуны здесь первое значит как бы колесо фортуны эта карта такая знаете двуякая она может быть то есть куда она повернет налево либо направо потому что колесо фортуны она знаете эта карта переменчиво то есть они надеются да на какой-то исход событий что вот это их саммит или как он там будет называться значит он будет проходить 11 12 июня да ну вот смотрите здесь вот девушки они вращают вот это колесо и 1 сидит посередине вот как не идет с потока информации здесь будет много решаться вопросов по украине вот смотрите белокурая девушка с венком это как символ символ украины и здесь вот эти вот как бы я бы сказала члены нато они как-то могут разделиться их мнение одни будут там на стороне переговоров для того чтобы как-то мирно заканчивать уже военные вот эти действия а другая сторона будет против будет именно стремиться больше крови больше но больше вот этих темных негативных энергий деструктивных разрушений да и здесь знаете как все будет зависит от того куда повернет вот это колесо это карта солнца в этой в этом показывает также что есть какая-то доля вероятности что та часть которая будет настроена уже как бы склонять зеленского и там же не только зеленский зеленским управляют мы знаем но те силы которые управляют зеленские над ним стоят будет склонна для того чтобы как-то это все прекращать смотрите потому что здесь старший аркан солнце солнце это все-таки радость это это благоприятные события но мы смотрим по вот этой карте следующие что еще здесь будет конечно же смотрите здесь воин который стоит и машет и здесь все-таки четко и дает разделение то есть в самом вот этом вот notth самый структуре на саммите все таки будет разделением и и покольENT колесу фортуны и по вот этой карте здесь будет разделение то есть одни будут за прекращение другие будут за мирные переговоры какие-то чтобы начать другие будут против больше жертв в большей крови, и всем тогда им хорошо, потому что военные действия это в первую очередь это всегда нажива, нажива для Америки, это продажа оружия, и тем более оружие продается или поставляется, но в Украину, естественно, потом они будут требовать свои деньги назад, мы вам помогли, но вы теперь отдавайте. Вот еще у нас интересные очень две карты, девушка, но меч воткнут у нее, это паж мечей, меч воткнут в землю. И вторая карта. Итак, смотрим с вами поближе. Значит, здесь десятка пентаклей, или здесь она у нас в этом, в этой колоде, это десятка щитов, да, давайте посмотрите, мы видим на этой карте, потому что здесь образы с нами говорят, да, два корабля викингов отплывают в открытые воды, капитаны поднимают рога, поют и выходят в открытые воды, да, здесь, смотрите, здесь много щитов, вот эти щита, щиты, которые свисают вот с бортов, да, это говорит о защите, да, защите людей, да, то есть эта карта говорит, что, значит, члены вот эти НАТО, они как бы, знаете, это у них все равно команда, несмотря на какие терки у них там между собой с каждой стран, но они свой вот этот клан НАТОвский, они защищают, и здесь, конечно же, эта карта показывает изобилие и то, что они очень-очень много получают денег, очень много материальных ресурсов получают от вот этих вот военных событий, от военных событий, которые происходят сейчас в Украине. это одна сторона медали, и здесь это десятка, десятка, это всегда завершение, то есть есть надежда на то, что они будут принимать какие-то решения на завершение вот этой, во всяком случае, они будут обсуждать это, будут обсуждать это, и смотрите, ну вот здесь девушка стоит, меч у нее воткнут, то есть оружие огромное, да, и в рост девушки, но направлено вниз, да, то есть смотрите, эта карта говорит, что еще будет долгий путь, прежде чем, знаете, прежде чем все это будет закончено, то есть вот эти решения будут приняты, но не так быстро и не так, как сказать, сладко, как хотелось бы, вот, потому что здесь идет непокорность и, как я уже сказала, все-таки идет, там будет сильное разделение, может быть, это они, конечно, не покажут, там в СМИ где-то это все будет покрыто, тайно покрытое мраком, потому что я говорю, что будет разделение внутри, внутри вот этих вот стран, членов НАТО, то есть мнения будут разные, но к чему вся эта ситуация как бы вот идет и куда она подводит, подводит тоже десятка кубков, это тоже карта завершения, смотрите, здесь залы Вальхаллы, и обычно туда попадают воины, воины, которые погибли именно на поле боя, и валькирии прилетают и забирают их, и они пируют, вот смотрите, и здесь еще, знаете, как кто-то из них будет наслаждаться плодами своего творчества, но здесь идет как эмоциональная завершенность кубки, это эмоции всегда, и знаете, как я вижу по этой карте, что все-таки большее количество людей все-таки будет стремиться членов НАТО к завершению того, что сейчас происходит, мы будем посмотреть, вот такой вышел прогноз, друзья, вроде бы он неплохой, дает какую-то надежду, что может быть головы горячих политиков, посетит какое-то справедливое решение, муза справедливости, может муза человечности, я бы даже сказала, и тогда может быть надежда на все-таки на то, как это может быть закончено ранней осенью, но мы с вами будем посмотреть, вот такой расклад вышел, кому интересно, благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, всем добра, гармонии, и до новых встреч!